В Ульяновской области Развитие IT-сферы было бы невозможно без подготовки профильных специалистов. Этим вопросом на протяжении многих лет занимается Ульяновский государственный технический университет. С начала учебного года подготовка высококвалифицированных инженерных кадров будет вестись не на словах, а на современном оборудовании. Недавно в технологическом центре промышленного интернета машиностроений, созданном при УЛГТУ, был установлен первый многоцелевой станок. В университете при содействии компании ДМГ «Мори» пытаются решить проблему недостаточного использования дорогостоящего технологического оборудования в реальном секторе экономики. Специалистов, которые работали бы на таких станках пока мало, мы в нашем техническом университете стремимся работать с опережением для того, чтобы готовить специалистов, способных не только разрабатывать технологии для обработки на таких станках, но и умели работать на них. И чтобы предприятия, которые приобретали такие станки, моментально включали их и осуществляли обработку той продукции, которая им необходима. На сегодняшний день без этого прирост национального валового продукта просто невозможен. Накануне губернатор Сергей Морозов осмотрел центр промышленного интернета. Пока здесь установлен один трехосевой токарный станок. В дальнейшем на производственном участке появятся еще два фрезерных станка. Один из них будет работать при помощи робота-манипулятора концерна «Кука». Также Сергей Морозов ознакомился с проектом «Высшая инженерная школа», который презентовала первый проректор ОЛГТО Надежда Ярушкина. Надежда Глебовна озвучила промежуточные результаты проведения научно-исследовательской работы по исследованию отрасли информационных технологий на территории Ульяновской области. Тем не менее, я должна сказать, что и не так все благополучно с условиями работы наших выпускников в IT-компаниях. Как с точки зрения среднего уровня зарплат, так и с точки зрения предоставленных условий для работы. Поэтому, к сожалению, остается достаточно значительное количество наших выпускников, ориентированных на работу вне региона. Поэтому также мы готовы сформулировать предложения, которые позволят нам оставлять талантливых ребят в наших IT-компаниях, для того, чтобы они реализовывали здесь именно важные и очень интересные для них самих, прежде всего, проекты. Во время заседания Общественного экспертного совета по развитию информационных технологий, которая состоялась на базе университета, губернатор и исполняющий обязанности ректора ОЛГТО Александр Пенков, утвердили паспорт университетского проекта «Высшая инженерная школа» и закрепили их своими подписями. Другое дело, когда мы не только читаем, что вот сейчас стали появляться такие глобальные проекты, и одновременно сразу же практически на следующий день появляются и в городе Ульяновск. Это еще раз подтверждает о том, что мы действительно не только один из самых крупных машиностроительных регионов Российской Федерации, которые населяют достаточно большое количество умных людей, но одновременно мы все очень внимательно смотрим за всеми течениями, за всеми тенденциями в мире и лучшую практику перенимаем и внедряем у себя. Также была заслушана новая концепция развития интернет-технологий. Ее основная тема – цифровизация и подготовка кадров для IT-индустрии. Документ заостряет внимание на увеличении бюджетных мест в вузах. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.